Продолжение следует... В 2006 году стал обладателем Кубка Украины по версии ВАКа. В 2007 – чемпион Молдовы по муай-тай. В том же году завоевал звание лучшего кикбоксера СНГ и статус призера Кубка мира и чемпионата Европы. На первенстве Старого Света взял серебро – неоднократный чемпион Молдовы по кикбоксингу среди профессионалов, победитель ряда крупных коммерческих турниров. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! В последние годы ситуация такова, что ваша профессиональная карьера часто прерывается. Причем паузы между выступлениями довольно большие. Последняя, если я не ошибаюсь, длилась больше года. Первый вопрос – с чем связано такое непостоянство? У меня после последнего боя, да, вы правы, больше года прошло. Эта пауза была связана с травмой колена, которую я заработал во время боя. Так как у нас сезон длится с сентября по март месяц, я, в принципе, залечившись не успел до начала сезона. И вот как уже посудило предложение о выступлении в марте этого года уже, я включился в активный режим тренировок и выступил на соревнованиях. Почему так складывается, что очень часто у вас такие провалы в карьере происходят? Опять же, травмы травмами, но еще, несмотря на то, что я занимаюсь спортом профессионально, помимо этого нужно как-то реализовывать себя и не в спортивной жизни. Поэтому вот как бы совместить это все вместе очень тяжело. И помимо травм, конечно же, у меня паузы где-то пытаюсь найти себя где-то в другом деле. Ну а если получается, что время в достатке есть свободного, то пытаюсь вот и боксировать еще. То есть кикбоксинг для вас не первая задача? В последнее время это, да, это не первая задача. Эти провалы на вас как сказываются? Негативно вы чувствуете пробелы в своей подготовке? Или может быть наоборот, творческий такой какой-то голод заставляет вас действовать каждый раз как в первой на ринге? Ну не могу сказать, что прям голод. Я тренируюсь активно всегда и даже когда я не боксирую, все равно я прихожу в зал, я тренируюсь практически, ну не каждый день, но через день я всегда в зале, всегда в тренировках и не могу сказать, что я что-то теряю. Ну а насчет голода здесь, ну может быть где-то и скучаешь где-то по боям, по этому адреналину и когда выходишь спустя год на этот уровень, ну да где-то может быть он и присутствует. Жажда победы. Последний раз вас можно было увидеть на всемирной восьмерке, что проходило в Кишиневе пару месяцев назад. Почему решили вернуться на ринг и почему именно в этом турнире? Ну во-первых, как бы не совсем я решил, поступило предложение от президента федерации, вот и очень сильная была восьмерка, она в этом году была последняя, как восьмерка. Восьмерка это для тех, кто может быть не в курсе, это грубо говоря чемпионат мира среди профессионалов за титул в принципе чемпиона мира. Вот поступило предложение выйти побоксировать, но за Россию. Я выступал под флагом России, выступал в принципе и поступило предложение, я был готов к этому и готовился и боксировал. Раньше вы выступали на профессиональных турнирах в Кишиневе под флагом Молдавской федерации. Как федерация отнеслась к вашему такому выбору? Ну особо никаких проблем у меня и не было, никаких вопросов тоже. Я в принципе, я в первую очередь боец, а уже потом я выбираю за кого боксировать, за кого нет. Для кикбоксера, тем более профессионала, это же не любительский вид спорта. Для профессионала это нормальная практика выступать и за Молдову, и за Россию. Если есть предложение боксировать, то почему бы и нет. Я знаю, что обычно вы гоняете вес перед соревнованиями. Как на этот раз проходила подготовка? Какие трудности пришлось преодолеть, чтобы вернуться в форму? Ну да, у меня всегда проблемы с этим с лишним весом. И всегда заранее мне за 2,5 месяца где-то по графику я начинаю с гонку. К этим соревнованиям я подошел в очень хорошей форме функциональной физически. Начинали мы тренировку здесь, на базе школы рыбы и бокса под руководством Ивана Сидия Диркаченко и Сергея Игоревича Афанасьева. Вот месяц я здесь проходил подгонку веса и, в принципе, сделал все, все задачи я выполнил. Потом я поехал по решению, опять же, тренерского штаба на сборы в Кишинев, в клуб Леон Муай-Тай. Так как здесь у нас, к сожалению, нет спарринг-партнеров моего веса, а там их в достатке. Поехал туда и месяц побыл в Кишиневе, боксировал с ребятами, так как из этого клуба тоже выступало много людей на этих соревнованиях и даже в этой восьмерке. И, в принципе, до 2 марта я подошел на пике своей функциональной и физической формы. Там вышла занимательная история с вашим участием. Изначально планировали драться с украинским соперником, но в последний момент все переигралось. Я так понимаю, что это было неожиданностью в первую очередь для вас. Да, это было неожиданно, потому что для бойца, который заранее знает соперника за несколько месяцев и готовится конкретно под него, подготавливаются спарринг-мартнеры, ты работаешь в том стиле, который, по твоему мнению, неудобен твоему сопернику. И все это время, в принципе, это было около месяца точно, я подгонялся чисто под манеру боя бойца из Украины. Но в день соревнований, когда я пришел уже в раздевалку, ко мне подошли организаторы и сказали, что я буду боксировать с бойцом из Голландии. Для меня это было удивление, конечно, но делать было нечего, надо было боксировать. Не успел ни просмотреть его, в общем, подготовиться к нему времени у меня не было. Вышел уже так, уже решил для себя, что просматривать буду уже во время боя. А по какой причине могла произойти такая рокировка? По причине травмы одного из бойцов восьмерки. В последний момент они там начали делать уже рокировки. Я об этом не знал, хотя они знали это заранее. Из Голландии, по-моему, надо было прилететь еще. Совершенно верно, да. Ну, так получилось, как получилось. Я уже вопросов лишних задавал, надо было выходить боксировать. Каков ваш расклад был на случай, если бы соперником все же остался украинец? Украинец очень сильный боец. Школа бокса у него была, в принципе, одной из самых сильных сторон. Как у вас? Да, да, да. В принципе, для меня это было нормально. Я, в принципе, был готов к этому бою. И знал, что и как он делал. Мы просматривали его бои, наверное, как и он тоже мои. И я был абсолютно готов к нему, готов к боксу. Он навязывал бы бой чисто на втором этаже, на руках, скажем так. В чем разница между школами голландского и, в нашем случае, украинского кикбоксинга? Голландцы сильнее оказались? Вообще, школа голландского бокса, кикбоксинга, она, в принципе, является самой сильной в мире. То есть, бойцы из Голландии – это величайшие бойцы в мире кикбоксинга. Разделка один, тем более. То есть, перечислять их сейчас даже нет смысла. Их огромное количество. Это очень жесткие, очень непредсказуемые бойцы. К ним очень тяжело подстроиться. И у них уровень совсем другой. То есть, я не могу сказать, что украинские кикбоксеры намного слабее. Но, как показывает практика, все-таки голландцы намного доминируют и в этом. И в технике, и в силе. Ну и расскажите теперь, какие голландцы на примере вашего выступления, как проходил бой, каково было судействие, я слышала, что многие были недовольны. Судействие было, мягко сказать, не объективным. У меня был первый бой. И, опять же, не зная бойца, я вышел в первый раунд. Решил просто пощупать его, как говорится, посмотреть, что он умеет. В общем, он очень неудобный, очень жесткий. Говоря на таком бойцовском сленге, корявый боец попался. Подобраться к ним было крайне тяжело. И по окончанию первого раунда у меня уже была куча травм. Он очень много бил по ногам. Причем бил он в колени, бил он туда, где после удара, в принципе, возникают большие травмы. Но по бою, в любом случае, в концовках каждого раунда я выигрывал. И по бою, в принципе, вел. Боец, опять же, очень серьезный, очень опытный, взрослый. Попадал тоже, в принципе, провел тоже хороший поединок. Но, как я уже просматривал, даже после поединка самбо, и, как мне говорили, и тренера, и все ребята, которые смотрели и болели за меня, и не болели, в принципе, объективно говорили, что победу просто отобрали. Не знаю причину, но факт остается фактом. Ну, подняли руку голландскому бойцу. Ну, а просто нужно делать выводы и выигрывать, значит, так, чтобы просто не возникало никаких даже и мыслей отдавать победу в другой угол. Ну, в лучшем варианте спорт, я так думаю, учит дисциплине и порядочности в первую очередь. Часто ли вам приходилось нарушать правила самому? Ну, в спорте, конечно, нарушать правила иногда даже надо. Но надо это делать так, чтобы никто не замечал и только для того, чтобы победить. Но, опять же, нарушать правила здесь такое понятие относительное. Мелкие нарушения, они всегда присутствуют. Кто-то ведет тебя очень грязно, кто-то провоцирует, кто-то провоцирует на какие-то эмоции соперника. То есть в спорте, в принципе, есть судья в ринге, который это сразу может пресечь. А вот в жизни, ну, не могу сказать, что я не нарушал их. Конечно, нарушал, но с возрастом ты уже понимаешь, что это лишнее и ведешь себя уже как взрослый человек. Причем ты понимаешь, что ты даешь пример молодым, которые тоже тренируются, набираются опытом, которые тоже умеют и ударить, и нанести травму человеку. Поэтому мы стараемся, допустим, говоря вот о нашей школе, школе брибов и бокса, все спортсмены, которые тренируются там, опять же, все смотрят и перенимают это поведение. Мы стараемся им объяснять, что правильно, что неправильно. Кишиневский турнир в последний раз проводился в таком формате. Я понимаю, так, в сентябре этого года будет уже не восьмерка, а четверка. Что это значит на языке кикбоксинга, расскажите? Да, дело в том, что одна из основных причин, почему поменяли такой формат, это очень большой травматизм соревнований. То есть в течение одного вечера нужно провести в восьмерке, чтобы стать чемпионом три боя. То есть в течение одного вечера после первого боя, допустим, как сложилось у меня, после таких травм я сомневаюсь, что выйти на второй бой в этом же вечере я добился бы успеха. Вот, поэтому поменяли формат, сделав четверку. То есть здесь уже нужно выиграть два боя, это уже как бы облегчает ситуацию. Можно подвести тактику боя. Первый бой там полегче, второй уже вылаживается полностью. Ну, это уже такая прерогатива тренеров. А вторая причина это то, что, ну, допустим, эти соревнования, вот восьмерка, которая была в марте, ее транслировал Евроспорт. Ее транслировали в Америке, выкупили права, укоротили трансляцию, там, по-моему, час. Вот. И я так понял, по регламенту, опять же, Евроспорт, трансляции прямой, сказали, что в течение часа трансляция необходима. То есть восьмерка, она не входит в эти рамки. И вы будете участвовать в четверке первой? Не знаю, не уверен. Возможно, буду участвовать в резервном бою, потому что сейчас федерация подписала контракт с одним румыном, с кем я боксировал и выиграл его. Сейчас это федерация, фея, она подписала с ним контракт, и уже за Молдавию будут выступать два бойца в четверке. А там у них единоличный лидер – это Константин Суцу. И, как я понимаю, не зря они подписали контракт с румыном, который будет также выступать в этой четверке. Поэтому, если я и буду выступать, то в резервном бою, либо просто как суперфайт. После восьмерки у вас было какое-то выгодное предложение от молдавского клуба? Ну, не могу сказать, прям выгодное предложение. Предложение поступило после боя и во время сборов, чтобы выступать за их клуб в Молдавии «Леон Мойтай». На самом деле, очень выгодное предложение и для меня, наверное, тоже, так как там большое количество бойцов разноплановых. И тяжелых, и легких, и хороших, и не очень. И такая селекция там проводится очень серьезно. Ну, я еще буду думать и буду ждать еще каких-то более выгодных предложений. В принципе, пока оно мне устраивает. База для тренировок у них хорошая. Есть такой человек, с которым вы мечтаете встретиться в ринге? Ну, на самом деле, как бы вот прямо, чтобы мечтать, нет. Есть несколько людей, с кем я принципиально хотел бы боксировать. А вообще, любой боец, с кем бы я ни боксировал, выходя на бой, настраиваешься в любом случае, как на того человека, с кем ты всю жизнь хотел боксировать. То есть, настраиваешься, как последний раз. Ну, это понятно. А кто все-таки входит в категорию ваших принципов? Ну, наверное, это Константин Суцу, которому я проиграл титул чемпиона мира. Вот, пояс проиграл ему в 2011 году. С ним бы я очень хотел встретиться. Он, конечно, сейчас на пике, хороший боец, но вот с ним учиться принципиально. Я с ним в хороших отношениях, но вот по спорту принципиально, конечно, с ним. А вы не боитесь оказаться слабее? Ну, это спорт. Если бояться оказаться слабее, то ты никогда в жизни и не выйдешь. Ты выходишь в ринг, и там каждый из бойцов, а их два, каждый из них наверняка боится оказаться слабее, но кто-то же из них выходит победителем. Мировая практика показывает, что для некоторых известных спортсменов вся спортивная карьера, в принципе, была неплохой платформой, например, для политической деятельности. Интересно, а к чему вас готовит в жизни кикбоксинг? Не знаю, наверное, стыдно говорить, но я пока еще не понял, к чему он меня подготовил. Вот вы правильно говорите по поводу дисциплины и характера. Это в жизни всегда помогает. Ну, в ближайшее время я наверняка узнаю, потому что сейчас уже как раз то время, где нужно уже серьезно задуматься о какой-то стабильности, о стабильной работе. И думаю, что в ближайшее время я как раз для себя и пойму, что покажет мне этот опыт. Вы можете себя представить в каких-то других видах спорта, кроме кикбоксинга? Что вам еще нравится? И я на самом деле с первого класса занимался вольной борьбой, как раз-таки в дюшорик, где я продолжаю тренироваться, но уже кикбоксингом. И она мне очень нравится до сих пор, эта вольная борьба. Там очень много моих друзей. Вижу ли я в ней сейчас, нет, но в принципе, вот в теории, да, я, конечно, бы боролся. Мне очень нравится борьба вольная. Ведь можно в любой момент прийти в родную школу, переодеться и выйти на ковер. Ну, на тренировке я так и делаю. У меня много друзей, где меня рады видеть. Я прихожу, и друг Андрей Патсевальников, с которым я вместе и тренировался, в принципе, борьбой. Вот, и вот с ним мы иногда и боремся. Соперничаете? Ну, как соперничаем. Я пытаюсь, а он, в принципе, для этого ничего не делает. А он не одевал перчатки, не выходил с вами на ринг? Пару раз, может, было, но я этого не помню. Может быть, было так, шутя. Сейчас главная тема чемпионат мира по футболу. Интересно, вы следите за бразильскими футбольными страстями и за кого болеете? Футбол мне тоже очень нравится. Ну, болею, конечно же, я за Россию. Не знаю, насколько она хорошо выступит. Но буду болеть за нее, как всегда, на всех чемпионатах мира. Вторая команда, за которую бы я болел, если вылетит из группового этапа или дальше России, это, наверное, сборная Бразилии. Потому что обидно будет, когда хозяева чемпионата проиграют. А так, в принципе, больше ни за кого я и не болею. А вы каким себя видите на ринге? Ну, вот я себя и вижу на ринге расчетливым, размеренным. Опять же, потому что это у меня получается, как я думаю. Может быть, не так, как хотелось тренерам. А какой самый запоминающийся бой у вас был в карьере? Да, это был, это вообще, это был первый мой бой. Это был бой за титул чемпиона Молдавии среди профессионалов. Вот. Я тренировался, от меня тренировал Иван Васильевич Деркаченко и Афанасьев, опять же. Мне было очень тяжело подойти к этому, потому что профессиональные бои после любительского, это совершенно разные две вещи. И я боксировал с очень серьезным бойцом на тот момент, это был один из сильнейших файтеров Молдавии, Гребинча Влад. Из пяти раундов, первый раунд я выиграл, на протяжении остальных четырех, положа руку на сердце, я получал очень серьезно. Вот. И в пятом раунде вот так получилось, что, в принципе, было все предрешено, и для меня тоже. Я как бы не сдавался, но понимал, что по очкам разговоров даже и не было абсолютно, кто выиграл. Вот. Но в пятом раунде, после хорошей стряски тренерского штаба, я встал и в течение пяти секунд провел одну из комбинаций, которая, наверное, была самозапоминающаяся у меня в жизни, и нанес ему травму носа, после которой он в пятом раунде уже не мог из-за рассечения продолжить. И таким образом я и выиграл титул чемпиона Молдавии среди профессионалов в пояс. Это был для меня самозапоминающий момент. Ранее мы говорили о возможных путях дальнейшего развития. Вы не видите себя как тренера? Ну, наверное, вижу себя как тренера. Но, знаете, тренерская работа, она очень тяжелая. Я вот смотрю на примере моих тренеров. Это очень... Они фанаты. Я тоже фанат, но они отдаются полностью этой работе. Я не уверен, что я смогу отдастся полностью этой работе на самом деле. Мне очень интересно это. Я всю жизнь этому посвятил. Но вот прямо чтобы отдастся этой работе с головой, я думаю, что вот так прям как они я не смогу. А быть хуже своих тренеров тоже не хочется. Каким в вашем понимании должен быть идеальный боец? Здесь нет такого понятия. Я думаю, что в спорте идеальных бойцов нет. Особенно в кикбоксинге, где прослеживается практика, что одного чемпиона... Вот в К1 есть всемирная восьмерка. Там на самом деле два раза подряд чемпионов не становятся единицей. Они реально очень сильные. Каждый из бойцов обладает каким-то стилем, который для него является идеальным. И они побеждают друг друга в течение карьеры своей по нескольку раз. Поэтому сказать, что какой-то кто-то является идеальным, это нельзя. Я желаю вам сохранить свой неповторимый индивидуальный стиль. Спасибо за общение. Спасибо. Это был мастер спорта международного класса по кикбоксингу Александр Сырков. Ну а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. До встречи на Первом Приднестровском. Редактор субтитров А.Семкин